В уголе, в Гомеле, где ничуть некольких рынков, на которых могут працевать индивидуальные предпринимательники, але центральный рынок, чертых, бадай, самый великий, сегодня тут створено 1700 гандлёвых местов. За опошний месяц у администрации рынка трымали ящекаля 40 заяв на аренду свободных площав. Правда, ранейшей массовости на рынку пакуль нема. Некто гандлюе белорусской сертификованной продукцией, некто импортной. Отповедные документы гэтые предпринимательники подрактовали ящей летать, что, правда, не самым становшим чином отбилось на реализации продукции. За товары, як и непосредственно сертификаты, различивались о валюте, курс якой узрос, а продавать необходно у белорусских рублях. Хоть у большинства не оказалось и таких папер, оптовые парты, які можна набыть у замежи за усими необходными супроводжальными документами, реализовать у Гомеле просто немахчимо. Мы встречались когда-то в госконтроле с директором могилевских баз. Они ездили в Турцию, они ездили в Индию. Там партии должно быть 10 тысяч. Вот представьте, на наш город, на нашу область привезти 10 тысяч одинаковых юбок. Кто их купит? Вот это называется опт. У нас маленький опт. Мы привезли 50 единиц. Люди едут с двумя сумками. Какой это опт? Нельзя сказать, что у правлений Аббаспожил Союза, якому належит центральный рынок, да проблем индивидуальных предпринимательников относятся бы якого. Каб зменьшить их выдатки, тут вы решили значно знизить кошт аренды гандлёвых местов. На том же другим по версии гандлёвого центра, например, за квадратный метр, что месячно, теперь необходно платить. Усяго 48 тысяч рублей. Это прикладно у 15 разов меньше, чем у приватном гандлёвом центре, что находится побоч. Хочу сказать, что за 2015 год мы шесть раз снижали аренду ставку по просьбе предпринимателя совместно с Употребсоюзом, собственником. Мы идём предпринимателям на встречу. То есть мы никому не отказали по снижению аренды ставки на сегодняшний день. И уже обращались в январе месяце 2016 года. Мы снова снизили арендную ставку. Но в среднем от 10 до 20 процентов. По отдаденных администрациям Гомельского центрального рынка у Апошния дни означается тенденция вертания предпринимателям на працованные месяцы. Сами ИП кажут, что яны не супрось одновить работу, а ли законодавство необходно конкретизовать. На то же детящее оденье, саправды, необходно иметь сертификат, а ли есть речи, якими можно было бы гандлевать и без его. Есть необходимый товар. Это бельевая, может быть, детская. Ну, такое, как куртка, как пуховик, сумка, чемодан. Зачем на это сертификация? Я считаю, что это лишняя работа. Люди не хотят заниматься аферами. Они хотят торговать честно, без обид и не бояться.